Здравствуйте, друзья! С вами Кик, и в сегодняшнем выпуске вас ждет японский ручной сканер террагерцового диапазона, который является альтернативой рентгену. Индийский разработчик, который заменил и иботом 90% штата техподдержки. Проблемы стали решаться в 41 раз быстрее. Илон Маск, создавший новую компанию для работы с искусственным интеллектом. Команда студентов, побившая 4-минутный рекорд быстрой зарядки электромобиля. Порше, представившая электрический концептуальный спорткар Vision 357 Speedster к 75-летию своего первого автомобиля. И индийская ракета с луноходом Прагьян, которая успешно стартовала к Луне. Все это и многое другое прямо сейчас. Погнали! Начнем мы сегодняшний выпуск с ученых из RIKEN, японского исследовательского института, которые представили компактный ручной сканер терагерцового диапазона, который может использоваться для неразрушающего контроля различных объектов. До сих пор подобные установки требовали больших помещений и значительного энергопотребления. При том, что сами по себе они крайне востребованы. Терагерцовый диапазон может проникать внутрь объектов и даже анализировать их химический состав на основе поглощения определенных длин волн. В мобильных терагерцовых сканерах крайне заинтересованы службы безопасности, поскольку они должны ускорить, упростить и сделать безопасными для персонала сканер-досмотр багажа и грузов. Японским инженерам удалось значительно уменьшить размеры и энергопотребление таких сканеров, уместив их в компактную форму. Исследователи из института RIKEN занимались изучением возможностей преобразования инфракрасного излучения в терагерцовый диапазон. Оказалось, что полупроводниковые лазеры могут служить основой для таких установок, что способствует их миниатюризации. Однако долгое время ученым не удавалось достичь эффективного преобразования инфракрасного луча в терагерцовое излучение без значительных потерь. Как утверждают ученые, в ближайшем будущем роботы, оснащенные такими сканерами, смогут проводить инспекции строений, быстро осуществлять проверки на транспортных узлах, анализировать состав лекарств и продуктов питания, а также выполнять множество других полезных задач без использования рентгеновского оборудования, как это было ранее. Уже ведутся переговоры о внедрении разработки с компаниями Ricoh, Topcon, Mitsubishi Electric и Hamamatsu Photonics. А вот индийская компания Ducaan, предлагающая платформу для быстрого развертывания интернет-магазинов, сократила 90% персонала в службе поддержки клиентов и передала их задачи на аутсорсинг чат-боту с искусственным интеллектом, который оказался не только более дешевым, но более эффективным решением. Финансовые расходы на поддержку клиентов удалось уменьшить на 85%. Бизнесмен заявил, что первоначально старался брать на эту работу соискателей с техническими навыками. Но по его мнению, это как брать футболиста Лионеля Месси на работу в магазин спортивных товаров Decathlon. У этой теории есть некоторые достоинства, но она в конечном итоге ошибочна. Разработку платформы для техподдержки руководитель компании поручил главе подразделения по ИИ. Тот пояснил, что взял за основу готовую библиотеку большой языковой модели. Стоит отметить, что индийские специалисты с невысокими зарплатами в последние 20 лет рассматривались в западных странах как возможность сократить расходы на разработку. История компании Dukan показывает, что современные технологии ИИ позволяют поднять экономическую эффективность на новый уровень. Тем временем Илон Маск создал новую компанию для работы с искусственным интеллектом. В своем блоге в Твиттер амбициозный бизнесмен заявил об открытии новой компании, которая получила название XAI. По словам миллиардера, ее задача заключается в том, чтобы понять реальность, чтобы это не значило. По случаю анонса был запущен и официальный сайт, на котором указано, что цель XAI — понять истинную природу вселенной. Руководителем компании стал Илон Маск, а в ее штат вошли специалисты, которые ранее работали в OpenAI, Google Research, Microsoft Research и DeepMind. Кроме того, к команде XAI присоединился исследователь в области машинного обучения Дэн Хендрикс, на данный момент назначенный консультантом. Сама по себе XAI считается отдельной компанией, но, как сообщается, будет тесно сотрудничать с другими дочками предпринимателя, включая XCorp и Tesla. Известно, что 14 июля в Twitter Spaces состоится конференция, в которой слушатели смогут познакомиться с членами команды и задать им вопросы. Любопытно, что Илон Маск был соучредителем OpenAI в 2015-м, но три года спустя ушел из компании, чтобы избежать конфликта интересов с Tesla. С тех пор он не раз открыто критиковал OpenAI еще до того, как официально стал ее потенциальным конкурентом. Погнали дальше. Как ожидается, главным отличием Samsung Galaxy Z Flip 5 от предшественника должен стать существенно увеличенный внешний экран. Он будет занимать большую часть одной из половин смартфона, плавно огибая два объектива камер. Таким образом, Motorola Razr 40 Ultra пока что остается рекордсменом в этом плане. Если судить по макету, то у южнокорейской новинки могут быть чуть менее скругленные грани по сравнению с прошлогодней моделью. В остальном же аппарат должен быть похож на предшественника. Что касается техоснащения, то в Galaxy Z Flip 5 ожидается 3,4-дюймовый внешний экран и 6,7-дюймовый внутренний. Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 8 гигабайт оперативной памяти, накопитель на 128, 256 или 512 гигов, аккумулятор на 3700 мАч с поддержкой 25-ваттной зарядки, основная и ультраширокоугольная камеры по 12 мегапикселей. Кроме того, смартфон должен получить защиту от воды по стандарту IPX8. Презентация Galaxy Z Flip 5 намечена на 26 июля. По слухам, цена смартфона будет стартовать от 999 долларов. Вместе с ним должны показать Galaxy Z Fold 5, планшеты серии Galaxy Tab S9 и смарт-часы Galaxy Watch 6. Несколько лет назад группа из 10 студентов технического университета Эйнтховена объединила усилия с командой InMotion в создании передового электрического гоночного болида, который смог бы принять участие в гран-при на выносливость и экономичность 24 часа Ле Мана. Вместе им удалось построить несколько моделей и побить пару рекордов скорости. Для последнего прототипа Revolution команда разработала батарею, которая заряжается до 80% за 12 минут. Но этого было недостаточно, и инженерам пришлось потратить еще два года на поиск способа сокращения времени зарядки болида. Поскольку быстрая зарядка сопровождается выделением большого количества тепла, студенты, число которых возросло до 30, должны были придумать, как не допустить быстрого разрушения элементов питания. 24-часовое испытание технологии показало минимальную деградацию батареи, после чего аккумулятор на 29,2 кВт-часа установили на прототип гоночного автомобиля класса LMP3, специально созданного для начинающих водителей и команд новичков, которые хотят принять участие в гонке Ле Ман. Компания же Porsche на фестивале скорости в Гудвуде 2023 года отмечает 75-летие своего первого автомобиля – родстера Porsche 356. Чтобы подчеркнуть всю торжественность этого события, дизайнеры и инженеры компании создали современную интерпретацию культового спортивного автомобиля с открытым верхом для убежденных индивидуалистов. Новый Vision 357 Speedster стал продолжением концепта Vision 357, представленного в начале года, но без крыши. Концептуальный Vision 357 Speedster получил 20-дюймовые диски из магниевого сплава с центральным замком и колпаками из углеродного волокна и камеры на крыльях вместо боковых зеркал. Фары и задние фонари оригинальным образом вписаны в обтекаемый кузов, а третий стоп-сигнал аккуратно встроен в вертикальные задние вентиляционные отверстия. Кузов концепта имеет двухцветную окраску, сочетая фирменные цвета Marble Grey и Gravelo Grey Metallic в сочетании с акцентами цвета Miami Blue по всему экстерьеру. Эти же цвета использованы для окраски впечатляющих колесных дисков. В салоне имеется только низкое сидение водителя с пластиковой оболочкой, армированной углеродным волокном, оснащенное шеститочечным ремнем безопасности. Минималистичный салон украшает приборные панели из углеродного волокна с прозрачной комбинацией приборов. Дверные ручки заменены тканевыми ремнями для снижения веса. Цветовые акценты Miami Blue распространяются в салон на некоторые элементы управления и на рулевое колесо. Ну и какой же кик без космоса? С индийского острова Шри-Харикота стартовала ракета-носитель Mark III с космическим аппаратом Чандрайан-3. Через 16 минут после старта Чандрайан-3 отделился от ракеты и вышел на орбиту вокруг Земли. Дальнейшие маневры ведут его на орбиту лунной, где 23 или 24 августа будет осуществлена попытка мягкой посадки на поверхность. Предпринятая в 2019 году попытка спуститься на Луну оказалась провальной для аппарата Чандрайан-2. Он разбился о лунную поверхность. Разработчики учли неудачный опыт и теперь на 100% уверены в успехе миссии. Раньше для выбора режима спуска аппарат использовал статичные изображения места посадки, что вызывало трудности из-за длинных теней в месте посадки в районе южного полюса спутника. Теперь же новый аппарат будет определять скорость по другим алгоритмам. Успешная мягкая посадка Чандрайана-3 будет означать, что Индия станет четвертой в мире страной после СССР, США и Китая, которой покорится Луна. Более того, мягкая посадка в районе южного полюса спутника будет осуществлена впервые в истории земной космонавтики, что навеки впишет Индию в анналы земных космических программ. Российский аппарат Луна-25 станет вторым, если все пойдет по плану. Запуск отечественного аппарата на Луну ожидается в августе, когда индийский луноход уже будет колесить по ее поверхности. А вот новое исследование указывает на наличие на Марсе разнообразной органики. До сих пор органический углерод был обнаружен на Марсе космическим аппаратом Феникс и марсоходом Кьюриосити при помощи методов анализа выделяющегося газа и газовой хроматографии. Новое исследование основано на другой технике, способной идентифицировать простые органические соединения на Марсе. Применив первый в своем роде инструмент «Шерлок», сканирующий ультрафиолетовый романовский спектрометр, установленный на манипуляторе, вездеход смог составить карту распределения органических молекул и минералов на каменной поверхности. И, как выяснилось после анализа, обнаружил сигналы, совпадающие с молекулами, связанными с водными процессами. Открытие ученых — важный шаг вперед в исследовании Марса и отправная точка для дальнейших научных миссий. Продолжение следует...